Борьба с незаконными проломами ограждения железнодорожных путей будет усилена, а передвижение граждан по несанкционированным маршрутам должно быть пресечено. Об этом договорились власти округа, РЖД и полиция. Подробности ремонта ограды у станции Ухтомская в материале моих коллег. Незаконный пролом у станции Ухтомская – один из самых популярных у либерчан и гостей округа. Движение постоянное, налегкие с велосипедом, поодиночке и группами. С проблемой ознакомился исполняющий обязанности главы Владимир Волков. Первое поручение – заделывать пролом ежедневно. В ближайшее время на примере вот этого перехода будет заварено еще дополнительно 8 мест переходов. Соответственно, на строительство в этом году средств выделено около 300 миллионов рублей на строительство пешеходного перехода над железной дороги. Это рядом со станцией Ухтомского. В фургоне сварочный аппарат, запас электродов и металлического профиля – 20 на 20. Рабочие говорят, каждый день заделываем от трех до шести проломов. Ликвидация начинается с замеров, потом определение мест сварки. Продолжительность работы зависит от особенности пролома. От сложности проема, насколько он большой и обстановка вокруг него. Рядом дежурят дружинники, которые разворачивают желающих пройти. В первый раз делаются устные замечания. При повторном нарушении сотрудники полиции налагают штраф – 100 рублей. Ежедневно проводим рейды на платформах, такие как станции Люберцы, Панки, Томилино. Боремся с незаконными проломами. Предупреждаем граждан, чтобы они совершали переходы на санкционированных пешеходных переходах. Я обращаюсь, пользуясь случаем, как раз таки ко всем жителям, кто сокращает свой путь от дома на работу, либо обратно, вот по таким подобным тропам. Конечно же, надо быть максимально внимательными и стараться обходить такие места. Власти округа будут предпринимать все меры, чтобы обеспечить безопасное преодоление железнодорожных путей. Алексей Абрамов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.